Всех приветствую! 1468 сборка, новый игровой системный блок, построен на базе процессора Intel Core i5-10400F от 2.9 до 4.2 ГГц в режиме Turbo Boost, 6 айдер, 12 потоков, 1200 сокет, ядро Comet Lake, по сути перед нами бывший i7-8700, только без видеоядра. Ну а по цене i5 на сегодня это один из самых, как мне кажется, лучших интеловских процессоров, наряду с i7-10700 или i3-9100F Вот такая вот моя тройка топовых процессоров в плане продажи. Процессор умеет греться, поэтому мы ставим сюда кулеры Deepcool Gamax 400 В данном случае это Blue Basic, 120-мм кулер с 4-пиновой колодкой, ну и 4 тепловые трубки. Материнская плата у нас B460 чипсет Ограничение здесь идет по разгону, по памяти, по процессору. Процессор потому что не кашный, памяти не умеет гнать, потому что это не Z490 чипсет Но на этой плате, тем не менее, 8-пиновая колодка в цепи питания, радиатор на ключах Спокойно будет переваривать i7-7 Сейчас стоят две планки памяти по 8 ГБ каждая DDR4 С родной частотой 2666 МГц, память одноранговая, работает двухканал в режиме памяти, фирма Patriot Видеокарта у нас Radeon RX 5500 XT от фирмы Gigabyte С 8-пиновой колодкой до питания, имеет три тепловые трубки, набранный пакет в радиаторе, не алюминиевый брусок Очень хорошая система охлаждения здесь, карта греться не будет, но и работать будет относительно тихо Блок питания у нас с большим запасом это Accord 650 Вт, 80 БР Имеет сертификат 8 из бронза, очень хорошие блоки, с высоким КПД Ну и SSD накопитель у нас в М2 разъеме, в данном случае это Radeon 480 ГБ А также плату поддерживает, есть второй разъем снизу, NVMe SSD накопителя С интерфейсом PCI-Express Стоит вентилятор на выдув такой же, в одном цветовом решении, синий, тоже Deepcool Ну и корпус у нас Accord JPX, спереди и сбоку будет закаленное стекло Есть разъемы SB2030, есть посадочные места под вентилятор 120 мм сверху И три вентилятора можно поставить впереди Корпус очень практичный, стекло не царапается, не пачкается, не притягивает статику Пыль статикой Так что такие симпатичные ящики получаются Но по цене он у нас вышел в 55 тысяч 50 рублей С таким накопителем можно даже и обойтись без жесткого диска Но при желании всегда можно будет добавить